Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Я представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. В данный обзор входят валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Итак, сегодня 15 января 2020 года, пятница, последний рабочий день. Надо отметить, что текущая неделя выдалась довольно невыразительной и спокойной для валютного рынка. Цены в большей части торговались в диапазонах, поэтому можно сказать, что в этой неделе ничего примечательного не произошло. Тем не менее, есть некоторые предпосылки к тому, что в следующей неделе будет интереснее, и основы для этого закладываются прямо сейчас. Давайте рассмотрим эту перспективу. Традиционно начинаем с валютной пары евро-доллар. Динамика тут остается невнятной. Пара на вчерашней сессии развить восходящий импульс так и не смогла, достигнув отметки 1.1172. Тем самым, лишь немного не дотянув до уровня сопротивления, цена стала резко снижаться. Потом нашла краткосрочную поддержку на 1.1130 и в данный момент, судя по всему, продолжает свое снижение. Тем не менее, базовый прогноз на продолжение роста пока остается в силе. Однако, нужно иметь в виду, что при снижении и закреплении ниже уровня 1.1111, вероятно, смена приоритета с восходящего на нисходящее. А пока придется наблюдать за разрешением этой интриги. В соответствии же с основным сценарием, при условии отскока от текущих уровней, цена может нацелиться на 1.1175 с дальнейшим ходом до 1.1200. Немного иначе дела обстоят по британской валюте, которая пока идет по основному сценарию на продолжение роста. Вчера пара без особых коррекций доросла до уровня 1.3084, ниже которого остановилась и начала консолидироваться. В целом, полагаю, что уровень этот будет преодолен, но не исключено развитие коррекции вниз с повторным тестом на поддержку на 1.2994, откуда может состояться отбой и продолжение роста. При росте целевые зоны для цены по-прежнему еще не достигнуты, поэтому сохраняют свою актуальность. Первая цель лежит в районе 1.319 с потенциалом достижения отметки на 1.3215. Интересная ситуация сейчас развивается по японской иене, которая продолжает двигаться по обозначенному сценарию. Уровень 1.10980 показал себя сильной поддержкой, от которой цена и начала расти. Вчера цена лишь немного не дошла до целевой отметки 1.1035. Основной прогноз на продолжение роста пока остается в силе. Может состояться коррекция к уровню 1.10980, откуда может состояться отбой и продолжение роста. В этом случае первой целевой зоной для цены станет уровень 1.10935, а при его преодолении пара нацелится на 1.1084. Однако в этой паре нельзя исключать и полноценный разворот со снижением цены ниже поддержки 1.10980, поскольку глобальный текущий рост является коррекцией в составе более высокого порядка, поэтому в данной паре я бы посоветовал быть крайне осторожным. Ну а пока нацию по-прежнему нет особых изменений, приоритетное снижение пока остается в силе. Пара продолжает находиться в фазе консолидации. Вчера цена продолжила тестировать уровень поддержки в районе 1.3034. Очевидно, что давление продавцов постепенно нарастает, поэтому на текущий момент выход из диапазона ожидается вниз, пока пара находится ниже уровня 1.3075. Целевыми уровнями при снижении выступают отметки 1.3021 с возможным прохождением вплоть до минимума на 1.2961. Также нельзя исключать и отскока от уровня 1.3034 и разворот вверх с преодолением сопротивления на 1.3075. В этом случае придется констатировать смену приоритета на восходящий. А завершая я свой обзор австралийским долларом, у этой пары все еще продолжается фаза консолидации. Вчера была попытка покупателей прорвать уровень 0.2927, которая оказалась неудачной, после чего цена снова снизилась к поддержке на 0.6893, от которой теперь пытается отскочить и развить восходящий импульс. Базовый прогноз на рост остается в силе, пока цена находится выше уровня 0.6893 и разворотного уровня на 0.6855. В случае теста и отбоя от них цена направится к ближайшим уровням сопротивления на 0.6961 и далее до 0.6982. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, это был обзор по техническому анализу от компании Тикмил. С вами был Арман Бесимбаев, всем удачи и профитных сделок, пока.